Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. И знаете чё, знаете чё, мне тут недавно сказали, что в нашей деревне завёлся сумасшедший, ненормальный, жёлтый учёный какой-то непонятный. И поэтому я предлагаю прямо сейчас взять и проверить, что там такое. Но для начала, я думаю, надо взять с собой топор, потому что говорят, что он сумасшедший. Если на нас нападёт, мы его сразу так вфигак топором, и всё. Так, ладно, плод Хорус, это моя любимая еда, немножечко яблок в курином бульоне. И, конечно же, броню с собой тоже обязательно надо взять, таким вот образом её всю надеваем на себя. Вот это, кстати, Артур, поздоровайтесь с ним в комментариях, а то он обидится, да. По традиции, что мы будем делать? Правильно, собирать пшеничку, потому что это очень важно. Если не собирать пшеничку, то тогда она прорастёт абсолютно везде, и будет пшеничный апокалипсис, именно так. И уже как раз-таки можно отправляться нашему сумасшедшему учёному. У меня, знаете, есть такое небольшое подозрение, что это кто-то из моих знакомых, такой жёлтый, с клёвом и крякает ещё, и ещё хлебушек любит. Ладно, я не знаю, но сейчас проверим это. Он, по-моему, живёт в кузнице, если я не ошибаюсь. Да, смотрите, чё это такое? Шалкеровый ящик, это... О, чё? Первый раз такое вижу. Смотрите, нифига себе, это чё такое? Подождите, я первый раз вижу такое в Майнкрафте. Это какие-то новые его изобретения, видимо, он реально какой-то крутой учёный, который чё-то да изобрёл. Надо проверить. Подождите, смотрите. Я там уже вижу знакомый ник. Фу, как тут воняет. Джек? Здорово, человек. Ай, привет, всё успокойся, ты чё? Говорят, что тут местный учёный этот сумасшедший. Ну, я уже давно спортивный образ жизни покинул и зарылся под землю. А это чё такое? Какое-то оно с клизкой, овязкой, по нему трудно ходить. Это говно. Фу, я думаю, чё так воняет? Ты, понимаешь, чё, ты живёшь в каких-то антисанитарных условиях? Это ещё ненормально, Джек. Совсем кукух и поехал, молодой человек. Ребята, это какой-то капец. Зато, знаешь, какие идеи во мою голову шальную пришли? Я нашёл эту шапку и стал гением. Надень её. Я не буду её надевать. А, знаете, ребят, ну если мы соберём, ну, допустим, 7000 лайков под этим роликом, тогда хорошо, так уж и быть. Я надену эту шапку и стану, походу, таким же сумасшедшим учёным. Ну, я думаю, на это стоит посмотреть, хотя, я не знаю, если мы соберём 7000 лайков, будет круто. Я не буду её подбирать, фу. Шляпа. Фу, я не буду это надевать, но за 7000... Ладно, хорошо, короче. Говорят, ты изобрёл какие-то новые штуковины. Так, чё у тебя тут? Понятненько. О, хлебушек, а его я с собой заберу. Я не отдам хлеб, я кайм. А, ладно, забирай, забирай, господи. Нифига ты меня поджёг, у тебя топор какой-то суперкрутой, ладно. Фух, так ты лучше. Блин, кстати, у меня блоков нет, выпусти меня отсюда. Я тебя дома отломал, отойди. Отойду, всё, давай, выбираемся отсюда. Всё, нифигач мне больше топором. Надо покушать плод Хоруса. Он такой сладкий и сочный, и телепортирует ещё. Не знаю, почему Джек и Градус его не любят, он реально очень вкусный. Ай, говно, горько, мерзко. Офигел, нет, ребят, это очень вкусно. Напишите в комментариях, любите ли вы плод Хоруса, потому что он очень реально вкусненький. Я это вообще, блин, самая любимая еда. Я не понимаю, почему они его не любят. Пойду рот полоскать. Эээ... Ну, ладно, хорошо. Кручера, я тут изобрёл кое-что очень интересное. В смысле? Я иду, я тебе... Отсмотри. Ну-ка, что? Смотрел назад в будущее, а? Смотрел, да, классный фильм, а чё такое? Подожди, это то, о чём я думаю, это ховерборд, серьёзно? Подожди, если его ты изобрёл, то это очень-очень круто, Джек, ты гений. Подожди, надо проверить, и, кажется, начинается гроза. А, нет, это ночь. АВИМБУВА, АВИМБУВА. АВИМБУВА, АВИМБУВА, АВИМБУВА. Давай, ночью проходи, чё-то как-то... О, всё, сработало. Идеально, в принципе, как всегда. Зелёненький, надо посмотреть, как он работает. Так, я встаю сюда. Чё это такое? Ребят, вы посмотрите на меня, я взлетел. Это очень круто, Джек. Блин, подожди, как ты его изобрёл? Из говна и палок всё гениальное приходит в наш мир. Ха-ха-ха, чё? Серьёзно, блин. Ребят, вы бы хотели себе такую штуку личную? Скоро они у меня закончатся, Джек, кстати. Мне нужно будет у тебя взять рецептик этих самых яблок. Они очень и очень вкусные, действительно. По-моему, в фильме над водой нельзя было летать. Ну-ка, а здесь надо попробовать... Так, 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 так. Нет, 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 нет. Ай, оно разрушается. Так, ладненько, хорошо. Ура. Действительно, над водой летать нельзя в них. Так, блин, это реально очень классно. Надо сказать... До какой скорости я могу разогнаться? Опа, опа, опа. Ой-ой, я вниз падаю. Над водой, действительно, он теряет свою мощность. Так, ладно, я приземляюсь, приземляюсь, ой-ой-ой. А на нём довольно-таки сложно управлять. Нет, Джек, это очень классная штука. Можно я себе одну такую заберу? Я обняю её вообще без вопросов. Пауэр, это, по-моему, его шкала здоровья. То есть, если ты в воду попадёшь, он портится, и у него этот же пауэр меньше становится. А, слушай, действительно так, хорошо. Ладно, Райм, оставляй его себе, я дарю. Ты всё-таки оденешь шляпу. Спасибо. Не-не-не, шляпа найдена только после 7 тысяч лайков, потому что... Ладно, я могу на секундочку её наде... Как мне хорошо... Тьфу, фу-фу-фу, снимаю. Не-не-не, ребят, я восстановлюсь таким же ненормальным. Не, нафиг мне это надо. Чё у меня в печке, а? Ну, конечно, плод Хоруса. Кто бы мог подумать? А, Райм, это не всё, кстати. У меня ещё джетпаки есть. Джетпаки? Сейчас, сейчас, подожди. Тут ещё пшеница поспела, я не могу удержаться, чтобы её не собрать. Это, меня научили ребята, когда я ещё на срочной был, ну, джетпаки делать из чего угодно. Я ещё помню, я из вилки и банки с майонезом сделаю джетпак. О, ребят, это, это, это стопроцентная шиза. Это вообще ненормально. Ладненько, так, ты где там? Ну, чего ты ругаешься? Ну что, я обиделся, я его летаю. О, нифига себе! Джак, выйди из креатива. Подожди, я же его вроде отключал на сервере. Какой креатив? Ты дурак, на мне джетпак. Видишь, огонёк за мной? Нееет, слушай, я тоже такой хочу. Ну-ка, пойдём ты мне тоже такой дашь. Говнюк, лови! Аирдроп. Опа, неплохо. Так, давайте его наденем таким образом. И смотрите, у меня действительно что-то тут появилось. Сопротивление... А, это от яблок. В курином бульоне, чё? А, что это сейчас было? Я чуть не офигел. Так, ладненько, хорошо. А, помогите! Нифига себе, он резкий. Ладно, им надо научиться управлять. Кстати, он мне подходит по цвету. Я чуть не офигел. Надо ещё учиться приземляться аккуратно. Очень тяжело это делать, на самом деле. Смотри, ребят, чтобы вы понимали, как это работает. Тут я, например, бегу и бегу, хочу перепрыгнуть эту яму и очень резко взлетаю вверх. Я могу просто взять так и разбиться. Это фигово. Это очень и очень фигово. Но, тем не менее, он действительно быстрый. Вот, посмотрите. Вот таким вот образом могу взлететь и вот так вот быстренько передвигаться. Блин, реально очень и очень классно. Рай, ты дурак. Почему? Потому что я это смог сделать, из чего захочу. А ты не сможешь это сделать даже с лучшими технологиями мира. Подожди, как ты это сделал? Я тебе сказал. Как? Я сказал, из банки майонеза и вилок. В Майнкрафте нет банок с майонезом. А это что, по-твоему, тогда? В смысле? Подожди, ну-ка, покажи-ка, покажи-ка. Это молоко. А, ну тогда ты скажешь мне, что это не кетчуп, по-твоему, да? Это красный краситель. Тьфу, сядь. А тогда это что? Это не мякиш апельсина? Да, ребят, случай тяжёлый. Ладно, будем лечить. Ой-ой-ой, блин, прыгать тут реально нереально. Как будто я нахожусь на Марсе. Ну или на Луне. Кстати, ролики про это у меня есть. Так что вот они. Можете кликнуть на них по подсказочке. Ммм, банка лимонада. Джек, вы чё реально? Ну, сумасшедший стоп, а это чё такое? Какой лимонад? Это банки с опытом. Они очень редкие. Их вообще нельзя в таком количестве разбрасывать, Джек. Не хватит баловаться, реально. Я гений, мне всё можно. Ты не похож на Тони Старка. В смысле не похож? Я и есть он. У меня даже костюм в разработке. Подожди. Костюм железного человека? Костюм железной утки. Ну да, как бы реально в разработке, а чё? А, ребята, кстати, если ролик набирает 10 тысяч человеков, то я покажу свой костюм. Блин, пожалуйста, давайте наберём 10 тысяч человеков. Я очень хочу полетать в костюме Тони Старка, а.к. железного человека. И если мы сможем преодолеть эту огромнейшую цифру, то тогда я обязательно выпущу ролик про это. Потому что, ну блин, представляете, я смогу с репульсоров стрелять в зомби. Кстати, насчёт эндродракона, Джек, у нас такие сейчас технологии есть. Чё будет, если мы пойдём и убьём его? Я не знаю, я его уже убивал пару раз. В смысле пару раз? Ну да. А, кстати, насчёт дракона. Мне нужен один ингредиент, а именно яйцо дракона для костюма железной утки. Поскольку у нас есть такие суперские технологии, я предлагаю прямо сейчас отправиться за драконом. Всё, всё, без вопросов. Давай к нему. У меня есть портал. В смысле, у тебя есть портал? Откуда? Я уже столько тут выживаю, в этом подвале сижу. А, ну, ладненько, тогда погнали. Райм, портал готов. В смысле? Э, стоп, что его? Аж там не было только что. Ты просто ослеп, к тому же. Знаешь чё, Джек, я предлагаю тебе разделиться. Я буду летать на джетпаке, а ты будешь, эм, на ховерборде. Смотрите, от него частички, ладно, пока меня не убили. Здесь скелеты, надо быстренько валить в портал. Так, эм, Джек, у тебя есть кирочка? Но ути нам это значит да, если что. Так, наконец-таки мы сюда добрались, и, Джек, предлагаю тебе сейчас сесть на свой ховерборд, а я полетел ломать вот эти штуковины. Джек, у тебя есть лук? Я уже ломаю кристаллы, конечно, есть. Я бы сюда без лука не пошёл. Окей, тогда я буду сейчас фигачить дракошу. Остался один кристалл. Давай, давай, фигачи его. Блин, с этим топором на самом деле не так уж и удобно. Джек, я чё-то вообще не могу его зафигачить. Ладно, Райм, я дам тебе топор моего деда. Давай. Может, он провалился? А, он провалился в клетку. Ну, ты гений, блин. А, я тоже в клетке. Как мне отсюда выбраться? О, всё, выбрался. У меня есть теперь топор. Хлеборезка. Нифига себе тут топор у твоего деда был. Так, вон дракон, сейчас его быстренько-быстренько забью. Он был военный, потерянный. Так, я его фигачу, я его фигачу. О, нифига себе, он меня пытался сейчас откинуть, но у него ещё не вышло, потому что у меня супер джетпак, блин. И я так странно летаю. По-моему, мои ботинки немного дырявые. Я ему столько настрелил, Райм, души его. Ой-ой-ой, мы его убили, всё. Нифига, у тебя топор, конечно, сильный. Реально, настоящая хлеборезка. А, а, я опыт ловлю. А, а, он вкошный. Фу, ну ты грязный червь после этого. Он вкошный. Ну, кстати, джетпак мне нравится намного больше, потому что с ним я более ловкий. Так, весь опыт забрали, Джек. И теперь, ой. Я тебя убью, вот этими руками. А, ладно, успокойся. Наконец-таки мы от него сбежали. Джек, яйцо прямо около меня. Ну, это твоё везение, чисто Райм. Вообще, ой. Эээ, эээ, я его потерял. Где он? Ладно, ладно, Джек, всё, яйцо около меня, можешь телепортироваться. Где моё яйцо, где? Вот оно! На, тварь, жри. Ой, спасибо. Оно где-то здесь, блин, я не знаю, оно потерялось. Лови маслины. Ладно, Джек, я тебе знаешь, что предлагаю? Мы с тобой его найдём уже без записи, а пока что ты мне покажешь хотя бы чуточку наработок своего костюма. Ребят, это какой-то пипец, потому что яйцо я найти действительно не могу. Ну, ладно, скажем Джеку, что оно у меня. Джек, ты там где? По-моему, он злится. Подожди, покажи мне наработки своего костюма, и я дам тебе яйцо. Они здесь, за железной дверью, но сначала яйцо. Ладно, ладно, забирай, забирай. Это не то. Но написано же, драконь и яйцо. А на отпись в Майнкрафте врать не буду. Так, ну чё ты меня целишься? Ладно, ладно, хорошо, забирай. Ой, я его сломал. Пойдём на поиски яйца, но я думаю, сделаем это уже действительно без записи, ребятки. 10 тысяч лайков, и тогда... Ой-ой-ой, блин, мы с вами обязательно снимем видосик про костюм Тони Старка. Вообще-то костюм железной утки, мелочь. Короче, ребятки, надеюсь, вам понравился данный ролик, и вы поставите лайк, и подпишитесь на канал. На с вами был я, Райм, и Утёнок Джек. Всем удачи, всем пока! Всем криво!